здравствуйте дорогие друзья очень рад сегодня стоять здесь говорить для вас всегда для меня большая честь и радость я очень долго думал что мне сказать сегодня потому что скорее всего это последняя проповедь в этом месте по крайней мере за этот год вот я молился господу чтобы он сказал именно то что я должен был был сказать вам и он мне ответил слава богу сегодня мы не будем с вами размышлять на какие-то сложные темы не будем поднимать какие-то доктрины разбирать пророчества сегодня я бы хотел поделиться с вами опытом своим опытом 6 лет жизни с господом как это что помогает искать его укрепляться в нем что помогает вставать когда падаем что помогает видеть его каждый день просыпаться с ним засыпать с ним как обретать уверенность в завтрашнем дне вот пусть 6 лет это немного но тем не менее это срок и для тех кто имеет тесные близкие отношения с я думаю они поймут меня потому что даже за пару дней может сделать такое что будет удивлять вас всю вашу жизнь вот как жить с богом чтобы бог всегда был рядом чтобы дух его всегда наполнял наши сердца чтобы мы видели его присутствие в нашей жизни знаете очень часто наверное в жизни каждого из вас в жизни каждого верующего в начале его пути когда он приходит церковь знакомиться с творцом начинает изучать библию начинают происходить какие-то чудесные вещи опыты реальные чудеса мы чувствуем присутствие господа в нашем сердце чувствуем его дух который наполняет нас чувствуем радость которая наполняет нас но с течением времени у каждого это свое время у кого-то полгода у кого-то 2 у кого-то 5 у кого-то 10 а кто-то и 20 лет проживает и он начинает чувствовать что он как будто бы вот потерял бога чудеса перестали быть опытов практически нету дух святой мы перестаем чувствовать и кажется что бог где-то далеко где-то там в космосе и вообще есть ли он даже такие порой мысли приходят нам голову наверное у каждого в жизни был такой момент переломный момент сложный момент кризис веры я бы так его назвал к сожалению очень часто так бывает в нашей жизни что мы начинаем жить вот в этом теплом состоянии как называет эта библия как называет бог в своем слове год два три и это становится обыденностью нам кажется что вот этого теплого состояния вполне достаточно для нашей христианской жизни для бога но знаете на самом деле это самое печальное когда мы живем посередине мы и не в миру мы не вкус не вкушаем те благословения в кавычках который предлагает нам этот мир и мы не до конца с богом и не вкушаем его благословения которые предлагает он то есть мы находимся где-то вот здесь посередине в самом печальном положении которое только может быть наверное не там не тут и вот сегодня я бы хотел бы поразмышлять именно об этом как не попасть туда и как выйти оттуда если вы вдруг попали самый лучший опыт это опыт пережитый лично нами и я долго думал что мне говорить на этой проповеди и знаете бог ответил мне позавчера когда я тренировался я занимаюсь спортом наверное с 7 лет когда отец мне вручил в руки железяку и сказал поднимай вот тогда я как-то осознал что нужно заниматься спортом нужно быть физически крепким сильным вот и с тех пор я стал ходить на турники посещать спортзал и так далее последние пять лет я ходил в тренажерный зал и занимался тяжелой атлетикой и вот хочу поделиться с вами одним интересным опытом через который бог показал мне мои ошибки мои заблуждения очень интересная сам потом когда анализировал никогда этого не замечал но когда понял это я сказал господи спасибо ведь это действительно тот опыт который помогает нам из физической сферы нашей жизни сделать как бы такой перенос в духовную сферу нашей жизни и ответить на некоторые вопросы смотрите я ходил в течение пяти лет спортзал и я выбрал определенные упражнения которые мне удобно удобно у меня было 12-15 упражнений которые мне нравились на определенной группы мышц которые я решил что буду тренировать пренебрегая остальными упражнениями говорил зачем мне это я буду делать вот это и все будет хорошо не могу сказать что я халтурил нет у меня тренировки были жесткие по два с половиной три часа практически без отдыха я делал жим лежа на грудь тут же соскакивал шел делал пресс тут же закончу пресс сразу же возвращался нажим и вот так вот с упражнения на упражнения прыгал практически без отдыха потом я ходил каждое утро когда ехал на работу перед тем как машина грелась я бежал на турник он там неподалеку подтягивался сначала 20 потом 30 40 50 я довел до 60 раз не могу сказать что это были ровные красивые подтягивания это больше были такие рывки но тем не менее 60 раз я догнал и знаете в какой-то момент ну я думал вот я молодец я занимаюсь спортом у меня есть успехи но в какой-то момент у меня заболела спина и эта боль все усиливалось 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 я ходил на тренировки через эту боль и в какой-то следующий момент я решил что ну как бы нужно что-то делать пошел врачу меня отправили на мрт и оказалось что у меня три протрузии шейном и грудном отделе позвоночника протрузия это вот позвоночник наш состоит из вот этих вот позвонков до костяных и между ними находится фибрильное тело такое кольцо на секундочку давление в этом кольце около я вот могу сейчас ошибиться или 70 или 700 атмосфер колесах автомобиля всего две атмосферы на секундочку 70 или 700 ну то есть это огромное давление и протрузия это когда вот это колечко начинает трескаться и лопаться когда она лопается полностью и вылазит из него то что находится внутри вот это уже это уже грыжа вот то есть это предгрыжевое состояние и у меня их было три и знаете я помню свою последнюю тренировку когда я узнал об этом я пришел мне сказали не переутруждать себя делать все ну я же знаете я как как бешено у меня куча энергии мне бог дал такое тело что я три часа занимался и уходил с тренировки у меня еще было силы но спортзал закрывался при этом приходилось уходить и мне сказали нельзя так это плохо помимо этого я еще неправильно питался я отказался от мяса год не ел мясо и ничем его не заменил то есть у меня наступил белковый белковое голодание то есть моему организму не хватало вот этих вот веществ которые составляют вот эти хрящи которые ну являются шарнирами в нашем теле вот из-за этого начались проблемы со спиной и суставы в руках у меня начали болеть то есть все тело начало ныть и я помню свою последнюю тренировку я занимался по чуть-чуть потихонечку и у меня меня вот это вот чувство было такое знаете давящее что все теперь ты никогда больше не будешь таким я помню зашел в раздевалку посмотрел на себя в зеркало на эту форму которая была попросил товарища сфотографировать потому что я думал больше такой формы у тебя не будет никогда там ну сами понимаете да и я пошел домой в таком уныние в депрессии там еще было несколько причинам о них я потом расскажу чуть попозже почему депрессивное состояние было но я решил нужно лечиться потому что ну как бы не опускать руки и не пребывать в этом состоянии всегда и путей лечения было несколько два точнее не несколько это медикаментозный путь когда тебе ставят всякие уколы и блокады какие-то вещи ну ты принимаешь пьешь и путь путь физического закачивания тех мышц которые укрепляют вот те самые места где у тебя протрузия ну я соответственно выбрал конечно же 2 благо у нас есть хороший тренер который согласился пойти как это взаимозачетом дашь на дашь я ему снял рекламный ролик он меня месяц тренировал тренер очень хороший международный мастер спорта и когда я начал с ним заниматься у меня все так вот с ног на голову перевернулась потому что он он сказал мне слушай ты ты вообще все неправильно делал то есть я понял что я неправильно подтягивался я неправильно делал жим лежа я даже пресс неправильно качал я все делал неправильно и второе он сказал ты выбрал для себя вот эти несколько упражнений твоих любимых постоянно на них был зациклен но это абсолютно неправильно потому что когда ты пренебрегаешь другими частями тела и не качаешь те мышцы которые также есть твоем теле они начинают расти неравномерно из-за этого одни как бы растут а другие деградируют в этом причина твоей спины потому что ты я пренебрегал ногами пренебрегал спиной пренебрегал мышцами кора ну и много таких вещей я не делал которые нужно было делать вот и он сказал именно по этой причине ты стал больной больным хотя вроде бы систематически занимался спортом и ну как бы прилагал особые усилия для того чтобы быть здоровым и вот когда я начал с ним заниматься заниматься правильно слава богу все начало восстанавливаться первый месяц был тяжелым ну то есть это приходилось делать через боль но потом становилось все лучше и я понял что пренебрегая теми упражнениями я ну грубо говоря не имел того роста да не имел того роста который мог бы иметь и мог бы по сути действительно стать инвалидом в конечном итоге и вот смотрите зачем я все вам это рассказываю про какой-то спорт раз какую-то качалку дело в том что когда мы приходим в церковь и находимся здесь длительное время в начале мы вот как вот впервые человек пришедший в спортзал мы занимаемся на следующий день у нас все болит у нас болят все мышцы и нам кажется что мы такие огромные такие сильные вот это вот это длится наверно месяц когда вот вы через боль это все делаете потом спустя месяц занятий это боль уходит и вам кажется что уже ничего не происходит что ваши мышцы не растут что вы никакой не сильный хотя на самом деле в первые дни у вас ничего не выросло а вот тогда уже спустя месяц-два уже начинает что-то проявляться точно так же в духовном мире когда мы приходим в церковь впервые и встречаемся с богом авраама исаака иакова нашей жизни начинают проявляться чудеса но когда мы ну как бы живем это может уйти по одной простой причине смотрите бог не сказал смотри вот то что произошло в твоей жизни это происходит и в жизни христиан мы приходим в церковь и на первом этапе мы выбираем любимые упражнения понимаете духовные я имею ввиду любимые духовные принципы мы говорим ага так я пошел в церковь хорошо я буду делать вот это это я буду ходить по субботам на собрание буду платить десятину буду молиться утром и вечером и буду читать библию три раза в неделю все этого достаточно мы выбрали для себя любим любимые пунктики и начинаем свою свою духовную жизнь пренебрегая всем прочим понимаете когда мы пренебрегаем прочим пренебрегаем прочими упражнениями духовными практиками заповедями заветами а их огромное количество библии мы начинаем с стагнировать мы в нашей жизни начинается застой нашей жизни начинается болезнь понимаете духовная болезнь духовная плесень начинает появляться на наших сердцах и мы становимся теплыми мы перестаем видеть чудеса перестаем ощущать бога в нашем сердце перестаем встречаться с какими-то опытами и так далее понимаете жизнь с богом это постоянный рост вот как кедр который вырос в молодом лесу если он вырос до двух с половиной метрового состояния да и решил все мне этого хватит я уже высокий красивый по сравнению с другими и остановится на этом моменте то другие деревья которые не остановятся рано или поздно вырастут заглушит этот кедр и он умрет понимаете так же и с богом мы либо растем либо падаем сегодня с молодежью общался на молодежном классе мы разбирали такое понятие как ньютоново ньютоновская жидкость эта жидкость вот если взять крахмал большое количество крахмала бочку крахмала залить его водой перемешать получится ньютоновая жидкость чем она отличительна она если по ней бить она твердая от нее будет отскакивать вашу рука но если положить камень он утонет чтобы плыть по этой ньютоновой жидкости точнее находиться на поверхности ее нужно постоянно бежать да стоит вам остановиться вы начинаете тонуть вот точно так же с богом если нет в нашей жизни роста то мы начинаем тонуть понимаете и через эти через эти опыты бог открыл мне вот это вот очень интересное смотрите еще один момент который происходил в моей жизни недавно когда мы расстались женой когда она ушла моей жизни началась депрессия она длилась полтора года и максимальный пик она настигла хотя нет понимаете почему эта депрессия возникла потому что я отфлекся от господа я перевел свой взгляд от него со христа на себя начал какие-то обиды вспоминать копаться в себе начал жалеть себя до начал всплылили какие-то грехи которые были раньше и я перевел свой взгляд со христа на себя на свою жизнь какой вот как не у все плохо и как это самое и катарсисом этого состояния так сказать эпицентром моей депрессии стали два последних дня после смерти моей мамы когда она умерла я думал я не хотел жить мне хотелось самому уйти потому что это было невероятно тяжело потому что это череда понимаете бед которые обрушились на мою жизнь уход жены протрузии потом ковид потом еще у мамы ковид и потом она умирает и честно говоря когда я проходил весь этот путь я понимал что это испытание от господа возможно за мои грехи какие-то и у меня в мысль была господи если ты заберешь маму это же будет все это будет вот той пиком той точкой жирной и я не знаю смогу ли я пережить это вот первые два дня после смерти мне казалось что бог меня оставил полностью я его не слышал он был где-то далеко недосягаемый но в этот момент на свет на следующий на третий день я помню я молился очень долго в слезах лежа на полу ночью и он ответил он мне сказал что ты плачешь все так должно быть как 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 должно быть все происходит именно так как запланировано мною это мой план не бойся я с тобой я здесь просто будь со мной не теряй меня из виду грубо говоря вот это мое падение и смерть моей веры стала тем как вот феник знаете возрождается из собственного пепла вот в этот момент произошел переломный момент в моей жизни переломный момент моей веры грубо говоря и тогда я понял что нужно делать знаете недавно я читал евангелие я перечитываю в очередной раз и прочитал одно место из евангелия от луки я никогда не замечал этого почему-то она открылась для меня немножко с другой стороны смотрите здесь о тех же самых правилах это шестая глава евангелия от луки она идет параллельно пятой главе евангелия от матфея что написано пятой главе евангелия нагорная проповедь 5 6 и 7 глава да и только у луки она немножко сжата поэтому я прочитаю именно отсюда потому что ну нагорная проповедь она очень большая некоторые моменты вот шестая глава с 27 стиха иисус в этом месте дает нам грубо говоря упражнения правила законы заповеди для нашей жизни он пишет лука пишет но вам слушающим говорю любите врагов ваших благотворите ненавидящим вас благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас ударившим у тебя по щеке подставь другую и отнимающим у тебя верхнюю одежду не препятствую взять и рубашку всякому прощащему у тебя давай и от взявшего твое не требуй назад и как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними принцип очень простой не отвечай злом на зло не отвечай злом на зло люби того кто ненавидит тебя это сложно но это принцип бога понимаете бог любит всех и хороших и плохих и грешников и праведников он любит одинаково над всеми над нами идет дождь всем нам солнышко светит почему потому что бог нас любит всех и он хочет чтобы мы были как он как христос понимаете и он продолжает не судите и не будете судимы не осуждайте и не будете осуждены прощайте и прощены будете давайте и дастся вам мерой доброй утрясенной нагнетенной переполненной отсыплют вам в лона ваше ибо какой мерой мерите такой же отмерят и вам очень интересно здесь еще много всяких вот этих вот правил вы прочитаете дома на горную проповедь там вот этих вот упражнений я выполнял двенадцать а их оказалось больше трехсот в спорте я имею ввиду в библии их шестьсот с чем-то даже может быть еще больше потому что христос раскрыл на горной проповеди эти правила еще больше и мы должны выполнять их все мы не должны выбирать вот это мне удобно вот это я не буду вот как библию так вырывать листочки вот это мне нравится а это не буду понимаете и дальше самое парадоксальное вот я сейчас прочитаю притчу которая заканчивается это проповедь которую я никогда не видел с этой стороны смотрите с сорок седьмого стиха всякий приходящий ко мне слушающие слова мои и исполняющий их скажу вам кому подобен знаете да эту притчу он подобен человеку построившему дом на земле без основания который когда наперла на него вода тот час обрушился и разрушение дома всего было весьма велико смотрите чаще всего когда мы слышим эту притчу нам кажется всякий человек который основал свою веру на христе он основал ее на скале а человек который верит без христа он построил свой дом на песке так ведь вы так думали смотрите а здесь не об этом говорится вот я сам когда прочитал это впервые за 6 лет я увидел эту разницу тут говорится следующее всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и что и исполняющий их слушающий и исполняющий подобен тому кто построил свой дом на скале а слушающий и не исполняющий подобен тому кто построил свой дом на песке понимаете вот эти правила господа он говорит вы должны не просто их слушать вы должны не просто ходить в церковь и делать то, что вам нравится. Вы должны слушать все, что я сказал вам, иначе вы уподобитесь тем, кто строит свой дом на песке. Понимаете? Это очень важный момент. Почему именно об этом здесь говорит Христос? Почему Он говорит, что когда напрет вода на такой дом, Он устоит? Потому что если мы не тренируемся здесь, в процветающем еще благоденствующем мире, без войны, каких-то гонений и так далее, если мы не практикуемся здесь, в нашей праведности, благочестии, любви к ближнему, то что будет тогда, когда мир сойдет с ума? Понимаете? Если мы являемся христианами только в стенах этого собрания, а выходя на улицу, мы становимся совсем другими, превращаемся в мирских людей, если нам наступят на ногу, мы начинаем агрессивно кричать на этого человека или делать какие-то вещи. Если в нашей жизни присутствуют сплетни, какие-то разговоры непонятные... Ну, я понимаю, я никого не осуждаю, просто я перечисляю то, что, к сожалению, очень часто живет в наших сердцах, при том, что мы являемся последователями Христа. Понимаете? Этого не должно быть. И практика должна начинаться уже сегодня, уже сейчас. Это очень важно. Иначе мы уподобимся тем, кто строит свой дом на песке. Тренировка начинается здесь. Бесполезно. Вот представьте себе, спортсмен приехал на соревнования. Если он до этого полгодика не пыхтел в спортзале, он не сможет поднять тот вес, который ему поставят там. А мы часто думаем так, приеду на соревнования и там подготовлюсь. Такого не бывает, друзья. Пока здесь мы, пока все у нас хорошо, мы должны тренироваться в этом благочестии и стараться бороться с теми местами в нашем сердце, в котором мы видим, что есть вот это червоточина. Нам нужно избавляться от этих вещей. Потому что единственное... Есть вот две вещи, которые разделяют нас с Богом. Первое — это грех. Грех — это крючки, которые дьявол водил нам под кожу и которые тянут нас на дно. Пока мы не освободимся от этих крючков, не освободимся от своих грехов, он будет тянуть нас на дно. И не факт, что мы выплывем, понимаете? Это такая хитрость лукавого. Второй момент — это мир и его суета. Мир и суета. Вавилон, который устроил дьявол здесь, на этой земле, является очень мощным средством для того, чтобы разделить человека с Богом. Просто собственный пример. Вот помолишься утром, наполнишься Духом Божьим, чувствуешь его близость, садишься работать, я работаю за компьютером, и что-то в YouTube тебя потащило. Что-то ты там смотрел, и бац, какое-то видео ты увидел интересное, мирское. И ты начинаешь, посмотрел одно, посмотрел второе, Comedy Club посмотрел, еще что-то. А потом очнулся, смотришь, а Бог где-то там остался. Ты про Него вообще забыл. Он уже не здесь, он не в сердце твоем. Самое страшное – это терять Господа из вида. Понимаете? Как пребывать в постоянном присутствии Бога? Как вернуть Его к себе, Его Дух? Вот каждый из вас, каждый из вас, я уверен, читая Библию, молясь по утрам или вечерам, слушая какую-то проповедь, вы ощущали, что Бог вот сейчас здесь, что Он приблизился, Он рядышком. Сохраните вот это присутствие Его в течение всего дня. В течение всего дня не отнимайте взгляда от Господа, от Его Христа. Начинайте что-то делать, чистить картошку. Господи, благослови меня на эту чистку, помоги сварить вкусный суп. Поехали копать картошку. Господи, помоги выкопать эту картошечку. Вытаскивайте картошку. Господи, спасибо за этот урожай, что она такая крупная и хорошая, и так много ее. А если нет, Господи, спасибо за эту мелочь, за то, что она поедена червяками. Все равно я тебя благодарю. Не отнимайте взгляда от Бога. Все делайте с Ним. И поменьше смотрите на этот мир. Серьезно. Когда я начинаю смотреть мирские передачи, мирские фильмы, что-то вот то, что не вот это, не Слово Божие, я чувствую, как между мной и Богом появляется стена. Не потому, что Он уходит от меня, а потому, что я от Него ухожу. Я от Него отдаляюсь. И Бог, Он, знаете, Дух Божий, это как девушка. Вот когда мы ее любим, когда парень влюбляется в девушку, он готов горы свернуть, чтобы понравиться ей. Он ей носит цветы, покупает подарки, конфеты носит, делает все, что угодно, подвозит до дому, проводит ее, отдает свою куртку, когда на улице холодно, на ее плечи одевает, хотя ему самому зябко и холодно, но он ради нее готов на все. Но когда проходит время, и он добивается этой девушки, все меняется. Да? И парень уже не проявляет того внимания, и уже цветов нету, и так далее. И девушка в этот момент может обидеться, и охладеть, и уйти. Потому что он не такой, как был раньше. Вот Дух Божий, он точно так же. Пока мы ищем его, пока мы делаем все для того, чтобы быть с ним, он рядом, он наполняет наши сердца и возвращается к нам. Как только мы становимся холодными к нему, и перестаем его призывать, его искать, он точно так же отходит. Не потому, что он такой плохой, потому что мы про него забыли, понимаете? Это правило любви. Любовь с иврита, это действие, это глагол. Это когда ты не просто говоришь, я тебя люблю, а когда ты делаешь что-то. Как определить свое духовное положение сейчас? В каком состоянии мы находимся? В теплом, в горячем или в холодном? Знаете, есть один очень простой способ это определить. Сейчас каждый из вас просто для себя задайте себе этот вопрос и сделайте вывод. Один очень простой тест на то, в каких отношениях мы находимся с Господом. Просто вспомните, как давно вы молились и каялись в слезах. Как давно вы каялись в слезах? Вчера, неделю назад, полгода, год. последние полтора года, особенно последнее время после смерти мамы, я, наверное, по пальцам можно пересчитать, когда это было без слез. И когда ты ищешь Бога, вот так вот, он здесь. Сердце сокрушенное слышит Господь. Понимаете? Чем ближе мы к Богу, чем очевиднее наши грехи. Чем ближе мы к Богу, тем острее наш нюх на грех. Мы начинаем копаться в своих мыслях и мы видим, Господи, а я же вот это, 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 это. Понимаете? Чем ближе к свету, тем очевиднее пятна на нашей одежде. Поставьте Бога на первое место. Это самое главное в этой жизни. Эта жизнь, она очень короткая. И она дана нам для того, чтобы, грубо говоря, получить билет в Царство Небесное. Это экзамен. Всего лишь 60, 80, 100 лет коротенького экзамена перед вечностью в высшем совершенном мире, который предлагает нам Бог. Неужели мы провалим этот экзамен? На самом деле экзамен очень простой. По сравнению с тем, что предлагает нам Бог, это ничто. Ведь Он все сделал для нас. Нам не нужно умирать на крестах. Нам нужно просто пронести эту веру. Нести свой крест. Каждый день поднимать его, возлагать себе на плечи и тащить его. Когда тяжело и больно, сложно, хочется бросить его, сказать, все, я не могу. Но нет. Иисус так не сделал. Он дошел до конца. Ему плевали в лицо, его били, гнобили, издевались над ним, смеялись над ним, прибили его ко Христу. И он был в этот момент Богом. Вы понимаете? Ведь он мог щелкнуть пальцем и сказать, Господи, все, эти люди, они не достойны всего этого. Щелкнуть пальцами, они бы все сгорели. Но он этого не сделал. Хотя сложность того, что он выполнил, была в миллион раз сложнее, чем то, что он просит нас сделать. Поэтому, знаете, Бог хотел бы быть на месте нашего телефона. Вот молодежь меня поймет. Недавно Артем Сорокин выложил пост. Я не знаю, он ли он написал или где-то взял, но если он, то он вообще красавчик. Молодежь просыпается с телефоном, ложится спать с телефоном. В течение дня в телефоне. Если мы забыли телефон дома, мы хотим вернуться и забрать его. И если нам не получается его забрать, нам плохо. А вдруг там кто-нибудь написал, а вдруг кто-то поставил лайк. И мы постоянно хотим этот телефон держать в своих руках. Это идол. Понимаете? Телефон стоит на первом месте. Как бы Бог хотел бы быть вашим телефоном? Чтобы вы просыпались и засыпали с ним. Чтобы в течение дня вы его искали и постоянно спрашивали у него то или иное. Как мы спрашиваем у Гугла порой. Да? Поэтому пересмотрите. Просто поднимитесь над своей жизнью, посмотрите, что в ней не так. Почему, может быть, наступил какой-то застой в вашей жизни? Ведь Бог, Он динамичный. Он всегда здесь. Он всегда видит наши проблемы, видит, с чем нам приходится сталкиваться, и Он готов помочь нам справиться с этим. Главное наше желание, друзья. Главное наше желание. Поэтому призыв этой проповеди очень простой. Поставьте Бога на первое место. Ищите Его и будете найдены. И будете спасены. Пусть вас Бог благословит в этом. Аминь.